Всем привет! Сегодня я вам покажу очень полезные настройки, которые касаются вашего Google Play Маркета, а также скрытые настройки Google Play и всех сервисов Google. Я вам покажу три настройки, которые обязательно нужно проделать на каждом телефоне, чтобы он перестал тормозить, перестал лагать, чтобы интерфейс был намного плавнее, и все приложения, которые вы установили, они будут быстрее запускаться и работать без всяких тормозов. В общем, после этих настроек телефон реально будет летать, заживет новой жизнью, увеличится быстродействие телефона, и сама система Android реально будет просто летать. А также после этих настроек у вас также снизится ваш расход заряда батареи. Это очень полезно абсолютно для всех смартфонов. Когда вы заходите в ваш Google Play Маркет, у вас с правой стороны есть такой кружочек, называется еще аватарка или ваш значок аккаунта. Заходим на нее, и вам нужно зайти в управление приложениями и устройством. Обратите большое внимание, вредоносные приложения не найдены. Проверка выполнена 24 минуты назад. Заходим на эту строчку, и вы реально удивитесь, но вот это еще один антивирусник, который работает на телефоне. Я вот сюда даже не заходил, и уже написано проверка выполнена 24 минуты назад. То есть я могу, допустим, пользоваться каким-то приложением в это время, а в скрытым режиме проверяются вот эти все приложения, которые у меня установлены. Конечно же, телефон реально будет тормозить. Потому что, чтобы выполнять такую проверку, она длится там не 2 минуты, не 3 минуты, она может и час, и два длиться. Но вы даже об этом и не знаете. Во-первых, разряжают батарею. Во-вторых, как я говорил, падает производительность во время проверки. Плюс одновременная работа двух таких приложений, двух антивирусников, конечно же, негативно сказывается на вашем телефоне. Возможно, вы такое слышали, что когда на персональный компьютер устанавливаешь два разных антивирусника, то они между собой не ладят, и вся система реально начинает глючить. Здесь происходит практически то же самое. Плюс я вам так скажу, что все приложения, которые вы скачиваете и так с Google Play Market, это они давным-давно все перепроверенные на вирусы, и они бы там не находились, если бы там был бы какой-то вирус. Потому можете не переживать, вот это нужно, конечно же, отключать. Заходим на шестеренку с правой стороны. Первое. Здесь есть настройка «Помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа». То есть, помимо того, что идет в скрытом режиме сканирования вашего телефона, даже когда просто вы положили телефон, допустим, ночью, и он сканирует спокойно себе и тратит ваш заряд. Плюс еще отправляет какие-то данные на сервера. Конечно же, вот эту галочку убираем. И второе – это сканирование приложения с помощью Play защиты. Мы вот эту проверку убираем, она нам не нужна. Нажимаем «Отключить». Нам достаточно и так одного антивирусника. Смотрите, если у вас установлен какой-то пароль, допустим, у меня сейчас стоит отпечаток пальца, то нужно будет ввести тот пароль, который у вас есть на телефоне для разблокировки. И тогда эта настройка отключится. Вот я приложил палец и у меня она отключилась. Если у вас там какой-то графический ключ, просто нарисуйте его. Дальше обязательно сейчас проделайте важнейшие настройки, которые я дальше буду показывать. Вам нужно зайти в ваши стандартные настройки. Дальше найти, где у вас находятся приложения. Зашли. Нажимаем на «Все приложения». И найдите, где у вас находится троеточие, либо может быть три полоски какие-то. Вам нужно активировать, чтобы показывало все приложения, или будет написано «Показать системные приложения». Вот так вот нажимаем. И нужно воспользоваться нашим стандартным поиском. Здесь первым делом нужно написать слово «Web». Вам найдет вот такое системное приложение «Android System WebView». Заходите на него и первым делом нажимаете «Очистить», если у вас там есть какая-то очистка. То есть очистить кэш. У меня уже это очищено. И нажимаете «Удалить обновление». И нажимаете «Ок». Зачем это мы сейчас делаем? Мы сейчас избавляемся от всех ошибок ваших приложений, которые накопились за какой-то период времени. Там за год, за два года пользования. И от этого, конечно же, могут глючить все приложения. Ну и в общем система тоже. Мы таким образом делаем обнуление. После этого нужно перезагрузить телефон. Ну в принципе можете сделать все одним махом. Сейчас настроить все вот эти настройки, которые я сейчас покажу. И один раз перезагрузить в конце телефон. И все свежие, все новые обновления, без всяких ошибок, все установятся автоматически с помощью Wi-Fi или мобильного интернета. Это очень поможет телефону работать намного быстрее и запускать все намного быстрее. Дальше, чтобы вы не запутались, давайте выйдем. Снова «Настройки», «Приложения», «Все приложения». Нажимаем на «Поиск» и пишем слово «Play». Вот таким образом. И нас интересуют, смотрите, сервисы Google Play, Google Play «Сам» и Google Play «Сервис». Вот эти три приложения, нужно на каждое из них зайти. Опять же, если у вас есть очистка, «Очистить» нажать и «Очистить кэш». Точно так же на другом приложении очищаем все. И на третьем приложении тоже. Смотрите, бывает такое, что когда вы нажимаете слово «Очистить», там есть очистка кэша. Вы нажимаете «Очистить кэш» и потом еще раз нажимаете на слово «Очистить» и вас перебрасывает уже в другое меню, там где вы удаляете не только кэш, а и данные приложений. Вот вам нужно очистить абсолютно все. После этого, конечно же, нужно перезапустить телефон. Дальше, смотрите. Заходим снова в Google Play «Маркет». Нажимаем на свою аватарку вверху «Управление приложениями и устройством», «Управление» и вот здесь есть колонка «Установленные». Нажимаете на эту колонку и вам высветится установленные приложения и неустановленные. Вот смотрите, я нажимаю «Неустановленные» и у меня подгрузилась куча разных приложений. Как вы думаете, что это за приложения? Это все приложения, которые я удалил уже давным-давно. То есть, допустим, я скачал приложение, оно мне не понравилось, я взял его и удалил. Но оно оставило часть файла в вашем телефоне. Кстати, у кого забита папка «Другое» или прочее еще называется, то вот здесь тоже зайдите и почистите. И вот каждое приложение по 46, по 100 мегабайт, по 32 мегабайта. Если вы сюда ни разу не заходили, то представьте, здесь будет очень и очень много приложений, которые вы когда-то удалили. Конечно же, вот это нужно будет все повыделять, немножко уделить этому времени. И таким образом очистите, освободите часть памяти. Ну и плюс телефон разгрузится, потому что вот каждое приложение, оно присылает какие-то уведомления наподобие рекламы, чтобы вы конкретно скачали заново и установили то приложение, которое вы удалили. Вот это все нужно очищать и удалять. Дальше, что еще порекомендую касательно работы телефона и вообще, чтобы батарея держала дольше. Снова заходим в Google Play Market, нажимаете на свою аватарку вверху, внизу находите справка «Отзыв». Вас перекидывают вот на такое меню. Здесь нажимаете «Как удалять приложение с устройства Android» и ищите строку, которая называется «Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений». Если вы сразу эту строку не находите, то полистайте, поищите, она должна по-любому быть. Если вы пользуетесь темной темой, переходим на светлую и только потом заходим, потому что будет выбивать ошибку. Зашли. У вас подружаются все ваши приложения. Вот здесь можете нажать «Еще» и показать системные процессы. Дальше все приложения, у которых значок Android, вот такой, вы их не трогаете, то есть пропускаете. Остальные все приложения, которыми вы очень редко пользуетесь, вам нужно нажать на каждое из приложений. Допустим, вот «Музыка», захожу. Зайти в «Питание и производительность». Кстати, обратите внимание, стоит без ограничений. Не ограничивать расход заряда батареи. Когда приложение работает в фоновом режиме. То есть нам нужно сделать ограниченно поставить. Оно и будет дальше работать, как и работало, но при этом будет меньше сжирать ваш заряд батареи. Потому что вы ним не пользуетесь, а оно отправляет там какие-то данные, обменивается данными через сервера. И, конечно же, сильно тратит и расходует ваш заряд батареи. И вот таким образом нужно пройтись реально по приложениям и зайти «Подключать». Если даже стоит с оптимизацией, то все равно ставить ограниченно. Продолжение следует... Продолжение следует...